В эфире историческая программа «Сделанная в Вятке». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин, приветствую вас. Вы знаете, первый месяц лета весьма богат на разного рода примечательные даты и праздники. Давайте вспомним Международный день защиты детей, Всемирный день охраны окружающей среды, День русского языка, День социального работника, День медицинского работника, День работников текстильной и легкой промышленности, День молодежи. А вот 25 июня, собственно, дата, которая не за горами, она отмечена как День работника статистики. С приближающимся профессиональным праздником я хочу в первую очередь поздравить Владимира Анатольевича Зырина. Это замруководителя Кировстата. Официальный орган называется как территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по нашему региону. Владимир Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Вы коллег можете поздравить, собственно, с приближающейся датой. Безусловно, наверное, с этого надо начать нашу передачу. Я, конечно, хотел бы поздравить в первую очередь работников Кировстата, а также всех ветеранов, тех, кто в разное время работал в органах статистики, с нашим профессиональным праздником. Пожелать им в первую очередь крепкого здоровья на долгие-долгие-долгие годы. Благополучие им, семьям и, конечно же, успехов во всех начинаниях. Ну, а те, кто работает в статистике, в нашей непростой, но очень интересной работе. А сколько их для понимания сейчас в нашем регионе, непосредственно в Кировстате, трудятся? С учетом района порядка 400 человек. О, это довольно-таки немалый коллектив. Чуть поменьше. Чуть поменьше, чем 400, но все равно. Историческая программа, напомню, и мы, безусловно, сегодня обратимся к истории, статистике, в основном в нашем регионе. Праздник, День работника статистики, ведь появился не так давно, только в 2015 году. В 2014. А чья это была инициатива? По-моему, незаслуженно, потому что статистическое ведомство одно из самых старейших, самых авторитетнейших в нашем государстве. А праздник появился профессиональный только вот-вот. Ну, так принимается решение. Поэтому распоряжение правительства было в июне 2014 года. Вот с тех пор эта дата официальная. Но, кроме этого, мы отмечаем 14 мая дату основания Вятского государственного губернского статкомитета. Вот, есть День международной статистики в октябре. Он раз в пять лет, правда, отмечается. Так что праздниками мы не совсем обделены. Вот, поэтому есть что отмечать. А сложились, простите, традиции, какие-то уже празднования? Ну... Профессиональные даты? Там четко подсчитать, сколько вы там на столе в гощении выставили? Ну, как правило, подводятся итоги того, что сделано, планы на будущее. Ну, как обычно, в общем-то. Вот. Это мы отмечаем обычно 14 мая, потому что это наш Вятский праздник. И мы его отмечаем уже достаточно давно. В круглые даты. Это и научно-практические конференции были. Как правило, к этой дате обновляется экспозиция нашего музея. Так что не забываем отмечать наших праздников и вспоминать тех, кто был основоположником статистики, в частности, на Вятской земле. Ну, давайте пойдем, собственно, уже в историю. К истокам обратимся. Статистики. Это уже несколько веков насчитывает, да? Эта тема. Ну, если говорить вообще о первоосновах статистики, то как только появилось государство, как появился какой-то руководитель этого государства, у него сразу возникает вопрос. А сколько можно собрать даний? Какие подоки? Да, практически такой вопрос. Сколько собрать? Да, сколько собрать. Это первое. А во-вторых, история человечества – это история войн. Поэтому второй вопрос – а сколько я могу поставить под ружье? Вот, поэтому, естественно, статистические исследования, можно, если сегодняшними терминами говорить, они начались еще в Киевской Руси, если говорить. Если о нашем государстве говорить. Да, о нашем государстве говорить. Ну, а на Вятской земле, после того, как в 1489 году Вятская земля вошла в состав московского государства, уже в 1520 году появились государевы-писцы под руководством Григория Карабина. И вот была первая писцовая книга на Вятской земле. Каким образом работу проводили эти люди? Они ходили по дворам, по домохозяйству? Да, 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 да. Обязательно. А что переписывали? Дворы. 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 То есть количество все-таки домохозяйств. Да, количество дворов. Если вы помните, может быть, из истории, был период, когда дань собирали по куне с дыма. То есть по беличьей шкурке с избы. То есть вот подворный обход изначально. И в нашем регионе это тоже практиковалось? Да, ну, такого типа. Я имею в виду обследование, да. То есть это были подворные обходы. И составлялись так называемые писцовые, переписные или дозорные книги. За два столетия до периода Петра Первого таких книг было составлено 12. 12, да. Наиболее известное это... То есть раз что в 20, в 30 лет? Ну, тут трудно судить. Да, тут трудно судить, потому что после 20-го года только 80-е, а потом 90-е, 95-е. То есть в зависимости от потребности, от задач, органа статистического как такового не было. То есть руководство поручало каким-то чиновникам вот провести такое... То есть спускалось сверху, да, вот такое предписание, мы хотим знать, что происходит. Безусловно. Основные моменты вот в этих писцовых книгах, что отображалось? Ну, количество, да. Да, количество и то же самое души мужского пола, как вот чуть позднее мы будем говорить. Души мужского пола, это опять-таки в военных или в оборонительных целях, да, для государства? Конечно, конечно, конечно. Вот, вперед Петровский был переход на подушное налогообложение, здесь сегодняшними словами говорить, и появились так называемые ревизии, да, подушные переписи, в ходе которых составлялись так называемые ревизские сказки. Как часто они проводились? А вот, опять же, за два столетия их было проведено девять. Вот, ну, кто-то, может быть, помнит знаменитый роман «Мертвые души», да, вот, и его главного героя Чичикова. Так вот, как раз суть-то вся романа заключалась в том, чтобы покупать те души, которые на период ревизии предыдущей еще были, вот, попали, а потом эти люди скончались, вот, и в этом смысл. Вот, кстати... А для нашей, кстати, для нашего региона, для Вятки, известно, было бы, это характерно было? Ну, вот, вот, мошенничество такое, современным языком выражаясь. Дело в том, что есть даже легенда о том, что прототипом вот этого Чичикова мог быть вятский чиновник Аверки Перминов. Да, это известная история. Да, история известная, вот, он действительно тоже с этими ревизскими сказками мошенничал и на этом погорел. Вот, поэтому, ну, так это или не так, на самом деле, сказать сложно, потому что я думаю, что... Но легенда красивая. Да. Приятно так. Такие ушлые люди наверняка были во многих губерниях, и раз такая ситуация была, то, наверное, она была достаточно распространена. А вот еще важный вопрос, вот эти пестовые книги, ревизские сказки, вот, той поры, они сохранились, дошли до наших дней? Да, они в основном хранятся в архиве древних актов в Москве, вот, в частности, 1600... В том самом первозданном виде? Ну да, в первозданном виде, 1615 год, дозорная книга князя Федора Звенигородского, вот, ее часто цитируют наши историки. Вот, ну, я, в общем-то, не историк по образованию, поэтому, может, что-то и путаю, но, насколько я понимаю, это вот самая древняя, сохранившаяся, вот, из этих пестовых дозорных книг. Но она открыта для историков, собственно, для работы, впрочем, наверное, уже изучена, наверное, хорошо. Да, конечно, 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 даже мы используем в наших публикациях, вот, ту информацию, которая там, она была. Хорошо, следуем далее, по хронологии, до петровских времен нашли. Вот, подушные переписи, о них мы говорили, значит, сейчас, в 1811 году, 25 июня, Александр Первый манифест создал о создании, правда, Министерства полиции. Но в этом министерстве впервые в истории появилось статистическое отделение. То есть, вот, в 1811 года появляется официальный орган государственный, который должен заниматься статистическим изучением империи. Хоть и в рамках, на тот момент, полицейского ведомства. В этом нет, наверное, ничего удивительного, потому что там достаточно большие функции были, министерство полиции, в том числе и вот статистическое изучение. Ну, это ведь и говорит о том, что, говорит о государственной важности, собственно, этого дела. Ну, безусловно, безусловно, потому что вот эти разовые какие-то нерегулярные обследования, наверное, вот на каком-то этапе их становится недостаточно, и ставится задача получать более регулярную, более системную информацию, которую можно использовать для управления государством. Так, и какая работа была, собственно, налажена? Вот, на самом деле, если иметь в виду, что все-таки речь идет о России, о огромном государстве, причем о России 19 века, да, 19 века, вот, понятно, что без статистики на местах, в общем-то, организовать реальную работу по статистическим исследованиям, ну, скажем так, крайне сложно. Из центра не видно? Да, из центра не видно. В 1834 году, в декабре, высочайшим были утверждены правила для статистического отделения и статистических комитетов в губерниях. А 28 января 1835 года указом, опять же, высочайшим было повелено создавать губернские статистические комитеты. Ну, создавать, это, конечно, хорошо звучит, но это ведь кропотливая работа, наверняка, да, очень сложно? Ну, там схема немножко. Мы сегодня, то, что сегодня понимается под органом статистики, то, что это было вот тогда, в общем-то, это очень разные вещи, так скажем. Объясните эту работу. Да, конечно, обязательно. В 1835 году, 2 мая, по старому стилю, 14-го, соответственно, как мы сегодня отмечаем, у вятского губернатора Кирилла Яковлевича Тюфяева собрались, собрал он совещание со своими руководителями ведомств, на котором объявил о том, что вот есть такие указания. И было объявлено о создании Вятского губернского статистического комитета. При этом было установлено понятие непременный член губернского статистического комитета, в который, в общем-то, обошли основные чиновники, которые были тогда при губернском. Непременный член, современным языком выражающийся, то есть сотрудник? Да. Ну, не совсем так. Нет? Не совсем так. Или он более такой свободный? Это руководитель одного из ведомств. А, понятно. Вот. В том числе, вернее, нельзя сказать в том числе, но это еще и представитель духовенства обязательно. Потому что я забыл упомянуть, что при Петре Первом были введены метрические книги и появилась, по сути дела, основа для демографической статистики. Именно церковь, да, надо. Надо должное вела, собственно говоря. Да, 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 да. Записи рождения, смертности и так далее. Да, 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 да. Рождение, смертность и бракосочетание. Вот. Поэтому представитель духовенства обязательно тоже входил в состав губернского статкомитета. Вот. Ну, первым, так скажем, делопроизводителем, в соответствии с изъявленным желанием, стал губернский прокурор Николай Мартынович Мэйер. Ну, как вы понимаете, у губернского прокурора дел много. И дополнительная нагрузка, естественно, вот, вряд ли могла быть, ну, снижение эффективности, так сказать, работы. Ну, это реальной работы даже, скорее всего, не было бы. Но в Вятке повезло. 19 мая 1835 года в Вятку прибыл Александр Вавлович Герц. Вот. Совпало, да. Да. Человек креативный, инициативный, грамотный. Оставивший много чего после себя. Да, безусловно. Публицист, писатель, и так далее. Вот. И в тот период, вот, ссыльных очень часто использовали в качестве, так как люди грамотные, вот, и их использовали в качестве чиновника для разных поручений. И вот Александр Иванович Герц оказался практически первым реальным официальным статистиком на территории Вятского края. Вот. Он не просто формально исполнял какие-то обязанности, то, что поручено, то есть по сбору сведений и прочее. Он практически разработал программу изучения Вятской губернии. Называлась она «О собирании статистических сведений». Вот. Где как раз и... Это такое методическое пособие. По сути дела, да. По сути дела, да. Действовать так. Методика. Вот как раз он и в этой работе и писал о том, что вот должны, какие учреждения должны участвовать. То есть это и канцелярия губернатора, губернское правление, казенная палата, комиссия народного продовольствия, комиссия податных сборов, полиция, духовенство. Вот. Вот, например, исправники городовые могли получать информацию о мельницах и лесопилках и о результатах их деятельности и так далее. Поэтому, конечно, вот в этот период, благодаря работе Александра Ивановича, губернский статкомитет активно работал. И штат уже появился? Штат Александр Иванович Герцен. Все. Все? Александр Иванович? Да. Боже мой. Вот. На такой огромный регион, на такую огромную губерну. В принципе, вот вся губернская статистика, она построена была вот в 19 веке именно таким образом. То есть информация собиралась с соответствующими ведомствами. А задача делопроизводителя, губернского статкомитета, вот эту информацию собрать, аккумулировать, обобщить и дальше уже направлять, соответственно, наверх или публиковать впоследствии. Но в конце 1937 года Александр Иванович уезжает из Вятки. И на 12 лет губернский статкомитет существует фактически только на бумаге. То есть уехал человек, который реально этим занимался. Всем остальным непременным членам не до этого у каждого свои задачи. И никого не обучил, наследника не оставил. Видимо так, потому что до 1850 года губернский статкомитет, по сути дела, и не слышно. Наверняка на какие-то запросы отвечали, но никакой систематической работы не было. В 1850 году губернатор Александр Иванович Середа, вот он собрал, опять же, все руководство губернии. Вот видимо было очередное указание сверху. Вот и заявил о том, что губернский статкомитет не работает, что неправильно, что надо начать эту работу. Ну и самое главное... Тут уже приближалось время великих реформ. Да. Ну пока я думаю, что он о реформах, наверное, еще не знал. Вот это было чуть позднее. Самым главным решением было то, что вот начиная с 1950 года в состав губернского статкомитета входил член делопроизводитель, то есть официальный чиновник, для которого вот эта работа в статистике была основной его деятельностью. В 1950-51 году Селиванов Илья Васильевич старший чиновник для особых поручений. То есть, вот, кстати, тоже ссыльный. А, вот я тоже хотел уточнить, он не из местных или все-таки из тех, кто приехал? Ну, а начиная с этого периода, вот, член делопроизводитель, потом ответственный секретарь губернского статкомитета, такая должность была официально учреждена, занимали ее люди, чиновники, которые уже организовывали эту работу. И ведь это была довольно высокая должность, да? Это далеко не последним человеком считалось. Да. Дело в том, что председателем губернского статкомитета по должности в тот период был гражданский губернатор сам. Вот, поэтому этот чиновник, он подчинялся непосредственно губернатору. Вот, по большому счету. Можно ли это уже назвать началом расцвета вятской статистике? Нет, я думаю, что да, потому что с этого периода, во-первых, идет систематическая статистическая работа. В 1853 году выходит первая памятная книжка «Адрес-календарь», выпущенный ГОП-статкомитетом. Правда, пока это только «Адрес-календарь», то ли здесь там только должностные лица, их титулы, регалии и прочее. Но уже при Караваеве Владимире Александровиче, это уже в 60-е годы, памятной книжкой добавляются статьи по истории, по экономике авиатского края. А начиная с 70-х годов, должность ответственного секретаря ГОП-статкомитета занимает очень видный наш краевед, статистик, архивист Николай Александрович Спасский. С 44 года с лишним он был ответственным секретарем ГОП-статкомитета. Сначала должность немножко не так называлась, но по сути. Для понимания, да? Да, по сути. То есть, вот все то, что было издано ГОП-статкомитетом, те работы, которые были проведены, они были связаны непосредственно с именем Николая Александровича Спаскова. Можно, кстати, несколько привести для примера, как-то охарактеризовать эту личность, почему именно он сосредоточился на этой сфере деятельности, почему болел именно. А вы понимаете, дело в том, что в тот период Николая Александровича Спаскова ГОП-статкомитет, по сути дела, стал центром краеведения. То есть, вот благодаря его подвижнической деятельности, вот памятная книжка становится 1875 года, она становится, по сути дела, летописью Вятской губернии. То есть, кроме того, что там адрес-календарь, кроме того, что там статистический обзор, там в каждой книжке публикуются самые разнообразные статьи известных на тот период людей по экономике, по истории, по этнографии, по географии нашей Вятской губернии. Очень важную роль выполнили статистики. Они и формировали интерес к родной истории, подсталкивали к ее изучению. Безусловно, безусловно. Поэтому с 1872 года приложение к всеподненнейшему отчету Вятского губернатора. Экономико-статистический отчет по итогам предыдущего года. В 1881 году под редакцией Николая Александровича выходит двухтомник столетия Вятской губернии. Ну, реально к столетию образования Вятского наместничества. Но оно так называют, с приложением древней акты к истории Вятского края. Это очень известно в историческом мире. Да, да, да. Безусловно. В общем, самое-то главное, интересное, опять же, наверное, то, что в тот период Вятский губернатор Николай Александрович Тройницкий, вот, он представил вот этот сборник в Санкт-Петербурге, вот, наверное, он интерес определенный вызвал. Ну, нельзя проводить прямые параллели, но в 1883 году Николай Александрович Тройницкий назначен директором Центрального статистического комитета. Правда, не надо забывать, что у него еще отец Александр Григорьевич был председателем статистического совета при МВД в предыдущие годы. Но, тем не менее, факты интересные. Да, вятка оказалась тем плацдармом, что она для рывка. Ну, и, по сути дела, вот эта работа, она до 1916-17 года, до революции, вот, ГОП-статкомитетом так проводилась. Я предлагаю сейчас Николай Анатольевич, простите, Владимир Анатольевич, прерываться немножко. У нас сейчас реклама, и мы уже к советскому периоду, да? Ну, подходим близко. Подходим близко, еще один аспект дореволюционный. Хорошо, после рекламы осветили. Хорошо, да. И об истории статистики на вятке мы сегодня говорим. Владимир Зырин, заместитель руководителя Кировстата в нашей студии. Мы сейчас подробно прошлись по дореволюционной истории статистики и кое-что еще хотели. Да, я бы хотел рассказать немножко, буквально, еще об одном истоке нашей современной вятской статистики. Это земская статистика. После реформ Александра Второго, вот, созданы земские реформы. Одним из важнейших направлений земской статистики стало, работой земства стало статистическое изучение. Да, 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 да. Вот, и что самое главное, интересное, если губернская статистика, Губстаткомитет работал в основном на административных источниках от ведомств, то земская статистика сразу начала работать с подворных обходов. От земли, что называется. Да, 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 да. То есть, задача была изучать конкретно, вот, жить крестьян, да, то есть, вот, промыслы, вот, ну, и все то, чем живет простой крестьянин в нашей вятской губернии, в частности. Урожаи, торговля, вот это все земская статистика. Более того, в 1870 году по поручению губернского земства Владимир Яковлевич Заволжский проводил исследование 15 северных властей вятской губернии, которые оказались в беднейшем положении после ряда неурожая. И это было практически самое первое статистическое исследование земское в России. Ну, опять же, честь, да, к чести, собственно, вашей статистике. Ну, а впоследствии, вот, в результате вот подобных исследований регулярных мы получили материалы по статистике вятской губернии. Это по два тома на каждый уезд в конце 19-го, начале 20-го года. Пять томов материалов по описанию промыслов, промыслов вятского края, материалы по оценке земель, по оценке фабрики, заводов и так далее. То есть, вот, в отличие от ГОП-статкомитета, здесь совершенно новая организация статистики. Вот, ну, и, безусловно, очень интересные материалы, потому что это тоже все. Очень интересная, это тоже емкая работа, конечно. Да, это есть все сейчас в библиотеке, Герцог, можно здесь посмотреть, почитать, кому это интересно. И так революция, да? Да. Ну, революция считается у нас таким переломным моментом во многих сферах. Был ли это переломным моментом и для статистики? Однозначно, да. Конечно же, ГОП-статкомитет был ликвидирован, Земское статобюро тоже. Вот, в 1918 году, в конце года было создано Губернское статистическое бюро. Вот, был назначен технический заведующий и был назначен политический заведующий. Ну, понятно. Да, то есть, считайте комиссар, считайте комиссар, да, то есть, вот эта особенность. Вот, ну, и что касается организации статистики, то, конечно, задачи стояли очень большие, потому что шла централизация управления, да, национализация промышленности вообще во всех отраслях. Соответственно, необходима информация для управления. С другой стороны, ситуация гражданская война, там, разруха и прочее. Естественно, организовать текущую статистику было очень сложно. Поэтому, вот, 18-й, 19-й, 20-й, 20-е годы, это годы, когда в большей степени ориентация шла на проведение различных обследований. Вот, это и первая советская перепись промышленности, 1918 год. Сразу же, да. Да. Вот, это 10-ти процентное обследование крестьянских хозяйств в 19-м году. В 19-м году перепись населения с данными и по сельскохозяйственному производству, по профессиям, по промышленности. В общем, новая власть, она изучала, смотрела, что же она, собственно, получила. Да, это естественно. Вот, тем более, что организовать текущую работу, ну, достаточно было сложно, хотя этим тоже занимались. Если говорить о довоенном периоде в целом, то надо упомянуть обязательно перепись населения, первой всесоюзной 1926 года, переписи 1937 и 1939 годов. Перепись 1937 года была признана дефектной, итоги ее неправильными. Как так? Да, отменены и была назначена перепись 1939 года. Это руководство страны сказало? Да, конечно. Было постановление Совнаркома в сентябре 1937 года, где прямо было сказано, что перепись дефектная и неправильные итоги. И была назначена перепись 1939 года. Ну, естественно, 30-е годы, поэтому без репрессий не обошлось. Правда, насколько я знаю, вроде расстрелян никто не был, но сроки получили. За этот дефектную перепись? Тогда это по совокупности. Ну да. Тогда по совокупности. В частности, вот и в управлении народно-хозяйственного учета у нас в Кировской тоже были аресты. Правда, кто-то был потом реабилитирован, руководитель Княнин, он, Коняхов, он погиб в годы войны. То есть, был, видимо, реабилитирован, ушел на фронт и там погиб. А вот еще, да, раз уж мы говорим о 30-х, изменилось ли что-то в работе наших статистиков, собственно, с образованием Кировской области в 1936 году? Ну, тут, наверное, с точки зрения статистики интереснее другой момент. В 30-е годы органы статистики были подчинены Госплану. И с 30-го по 48-й год назывались управление народно-хозяйственного учета при Госплане. Соответственно, на уровне региона точно так же они подчинялись уполномоченным при Госплане. Хорошо это или плохо, или вопрос другой, но... То есть, статистики, они были вот с теми людьми, которые фактически должны были говорить, достигнут поставленный план, либо не достигнут. И основная задача, да, при плановом хозяйстве, да, одна из основных задач статистики, это оценка выполнения плана. Вот это что, 30-е и до... До конца, собственно. Да, советского периода, безусловно. Хорошо. Безусловно. Великой Отечественной, если двигаться уже дальше. Что касается периода Великой Отечественной войны, то, конечно же, те... Ту информацию, которую собирали в текущее мирное время, ее было однозначно недостаточно, какая-то могла оказаться лишней. Ну, а самое главное было то, что информация была нужна оперативно, была нужна срочно. И в период войны наши авиацкие статистики, ну, естественно, по поручению центрального аппарата, безусловно, провели более 100 срочных переписей. Причем срочные буквально в течение нескольких дней они должны... То есть от момента поручения от правительства до получения информации могло быть 5-7-10 дней. Но я так понимаю, все эти исследования, смысл был в том, чтобы посмотреть, какие у нас ресурсы есть? Да, безусловно, это, например... Что мы можем дать для фронта? Ну, например, обследование неиспользуемого оборудования, неустановленного оборудования, которое имеется. Транспортное средство. Эвакуированное оборудование. Ну, транспортное средство, тут особый военный учет. Да, это так же, как производство военной продукции, это все особый военный учет. Вот, остатки материалов, которые на предприятиях, на складах, на железнодорожных станциях, там, допустим, остатки черных металлов, цветных металлов, каких-то еще иных материалов. Вот, в общем, подобного типа. В общем, кропотливая работа, кропотливая, нудная, возможно, но важная на тот момент, конечно. Да, это было очень важно. Ну, и очень важным аспектом, безусловно, это был учет трудовых ресурсов, потому что движение населения было достаточно большое, эвакуировано население и так далее. То есть, вот, ну, и к этому надо добавить, что большая часть управления народно-хозяйственного учета была эвакуирована в поселок Суна, работали в помещении школы. Так, 100 километров на юг от Кирова. Ну, да, да. Правда, конечно, те, кто занимался учетом промышленности, спецотдела, они оставались, и руководство не оставались в городе Кирове. Хорошо, двигаемся дальше. Что касается послевоенного периода, то тут два основных момента, я бы отметил. Во-первых, это централизация сбора и обработки стат отчетности по промышленности, строительству, закупкам сельскохозяйственной продукции и целую ряду других направлений в органах статистики. Связано это было в первую очередь с образованием совнархозов, если мы помним, да? Совета народного хозяйства. Да, когда управление экономикой предполагалось перенести на уровень региона. Тогда возникла потребность обеспечения информацией. А действующая до этого система, когда по промышленности, скажем, информация собиралась по ведомственной сначала наверх, лишь позднее она достигала уровня региона, естественно, не могла устроить. Поэтому практически в этих отраслях в конце 50-х, начале 60-х прошла централизация. Совнархозы были ликвидированы, а централизованная статистика, она осталась до сих пор по экономическим направлениям, промышленность, строительство, торговля, услуги, транспорт. Основную отчетность, практически всю отчетность собираем органы статистики, собираем мы. То есть вот то время, когда, собственно, те основы заложены были, по которым Кировстат работает и все чужие. По сей день. Соответственно, такое увеличение объемов потребовало механизации. В конце 50-х годов при управлении статистическом управлении появляется машиносчетная станция. Позднее в районах появляются машиносчетные станции на основе счетно-клавочных вычислительных машин. А в 72-м году появляется первая ЭВМ, Минск-32. 72-й год? Да. ЭВМ? Ничего себе. Вот, Минск-32. Вот, ну, если кто-то не очень представляет и полагает, что это вот планшетный компьютер или ноутбук. Нет, наверное, с комнату что-то такое. Вот, то машины того периода, вот Минск-32, последующие ЕС-10, 22, 10-35, 10-36, это занимали не комнаты, они занимали залы. Машинный зал, да. Машинный зал порядка, около, наверное, 100 квадратных метров. Одна машина, которая по возможностям своим значительно уступает сегодняшнему любому гаджетцу. Сколько человек ее обслуживали? Вот, ну, соответственно, там, да, там было техническое обслуживание, ребята обслуживали, там, значит, были программисты, специалисты. Вот, там был целый отдел подготовки данных, то есть надо было набивать информацию на перфоленту, то есть, вот. Так что это была целая система, которая вот была достаточно специфическая. В музее Кировстата сохранилось что-либо из этого оборудования? В фотографии. В фотографии только? Да. Машины были сданы государству, возвращены? Да, 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 да. Но сейчас уже не используется, да? Нет, конечно, нет, конечно. Это уже в 90-е годы мы переходим на, во-первых, с точки зрения методологии, переходим на принятую в международной практике систему учета и отчетности. То есть, это существенно меняется методология, вносятся изменения в годовую бухгалтерскую отчетность, новая статистическая отчетность, новые показатели, вот. Ну и новые классификаторы. Насколько это сложно, могу на одном примере только привести. Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства, который, по сути дела, был еще советский, он существовал до 2004 года. Только в 2004-2005 году его заменили на классификатор видов экономической деятельности, который гармонизирован с международной системой учета и статистики. Ну, если говорить о будущем, без статистиков уже не обойтись. Есть государство, государство должно знать и понимать, что происходит в социально-экономическом развитии. Тем более, с каждым периодом жизнь и экономика, она усложняется. Вот, появляются новые отрасли, новые виды, вот, современные связи еще 15-20 лет назад, мы не знали, да, вот, та же компьютерная техника и так далее. Поэтому, естественно, для социального, для планирования, для управления информацией о состоянии объекта, она абсолютно обязательна. Поэтому статистика, да, была, есть и будет. Вот, другое дело, как она будет организована. Вот, сколько человек, вот, если в 1987 году у нас по области было 1187 человек, включая... Да, сейчас менее 400, там 350. Владимир Анатольевич, спасибо большое за этот прекрасный экскурс в историю нашей статистики. Я понимаю, что он получился кратким, можно говорить намного дольше и больше. Безусловно. Время нас ограничивает. Поэтому завершается сегодняшняя программа, сделанная в Вятке. Благодарю Владимира Зырина, заместителя руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. Кировстад, одним словом. Еще раз можете пару слов в адрес своих коллег поздравить с наступающим днем. Работника статистики, 25 июня. Вообще, всем спасибо за внимание. Но еще раз, безусловно, поздравляю всех работников Кировстада, всех наших ветеранов с нашим наступающим профессиональным праздником. Здоровья, счастья, успехов всем вам. На этом все. До свидания. Всего доброго. До свидания. Сделано в Ветке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...